Добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить с вами о формировании человека в разные периоды сегодня я хотел бы коснуться периода физического развития вернее бурного физического развития не знаю замечали ли вы или было ли это в вашей жизни но однажды после лагеря или после отсутствия летом там у бабушки с дедушкой ваши дети возвращались домой и вы видели насколько они выросли так вот это происходит как раз в этот период с 9 до 12 лет бурный физический рост этот период ознаменован двумя важными изменениями физическом плане во первых это очень бурный это очень быстрый это настолько быстрый рост что дети их организм их мозг не успевает даже иногда приспособиться к этому например все мои сыновья в этот период обязательно сбивали все косяки в дверях они настолько быстро вырастали что не успевали приспособиться к новому положению и были даже в какой-то мере дезориентированы в пространстве появляются первые проблемы связи с этим дети начинают быть больше чем они были до этого и они начинают замечать впервые серьезно замечать разницу возрастов второе очень важно что происходит в физическом плане именно в этот период происходит резкое разделение между мальчиками и девочками это обусловлено тем что появляются первые половые признаки явные которые видимы также меняется поведение и начинается период осознания себя как мужчины или осознание себя как женщины и в это время очень важно чтобы мы с вами как отцы не просто были рядом но были готовы ответить на очень иногда неудобные вопросы которые обязательно зададут нам дети хотя некоторые дети стесняются это задавать зная своих родителей не имея тесного контакта с ними они начинают искать ответы на свои вопросы в других источниках и тогда горшечником их жизни который будет лепить их будете не вы и ваши дети попадут в опасность поэтому очень важно чтобы до этого периода мы с вами успели наладить настолько тесные отношения чтобы неудобные вопросы сложные трудные вопросы вопросы в которых они стесняются не задавали именно нам поэтому приложите пожалуйста максимум усилий и когда вы увидите что ваши дети вошли в этот период может быть не стоит ждать когда они придут к вам с вопросами а самим заговорить с ними аккуратно тихонечко с огородов может быть не знаю как еще но найдите способ это делать проявите больше активности для нас очень важно чтобы наши дети правильно поняли кто